День 1615, Алекс на связи. Интересный, конечно, вопрос, сколько вообще стоит делать систему умного дома в небольшой квартире. Ну, например, если, конечно, рассматривать квартиру двухкомнатную, в которой две спальни, кухня объединена с гостиной, например, то, в принципе, не так уж и много устройств требуется, и можно вполне уложиться в 100 тысяч, даже на самом деле и в гораздо меньшую сумму, например, в 1050. Что в эту сумму может входить? Ну, конечно, самое основное, наверное, для умного дома, чтобы ни у кого не было сомнений, что этот дом умный, что у него какие-то есть интересные функции, которые его отличают от другого. Это голосовое управление. Голосовое управление проще всего здесь с какой-нибудь умной колонки, поэтому, если, например, комнат фактически три, то, например, каждую комнату можно поставить по одной какой-нибудь колонке умной. Например, там от Яндекса, если взять колонку и не брать самую-самую дешевую, там, допустим, Яндекс.Лайт, то, конечно, можно будет, например, взять Яндекс.Станцию.Мини, они где-то стоят 8 тысяч, если без всяких скидок, и такую колонку поставить в каждую комнату, это уже будет 24 тысячи. То есть, в принципе, тогда уже будет фактически какие-то функции, то есть можно будет включать музыку, слушать, можно будет использовать какие-нибудь функции, связанные с навыками, то есть, в принципе, это уже некоторая такая довольно неплохая мультимедиа-система, и можно будет, конечно, уже дальше вокруг этой системы настраивать уже остальные компоненты умного дома. Если эта станция уже, допустим, не менее Яндекс.Станция первая или станция МАКС, то, конечно, там можно уже будет подключить, допустим, телевизору, и тогда уже будут дополнительные функции, связанные с просмотром виде каких-нибудь, или там, каких-нибудь фильмов или телеканалов. За оставшуюся сумму можно приобрести тоже достаточно много разных устройств. То есть, такой квартирой может потребоваться около шести выключателей, например, у меня так сделано. Ну, если еще, например, выключатель, то есть, по одному в каждую комнату, в коридор, в туалет, в ванну, если они раздельные, ну, еще, например, если есть какая-нибудь кладовка, или, например, есть гардеробная или балкон, то, конечно, там можно еще и туда выключатель поставить. И, в принципе, у меня так и настроено сейчас. Для управления разным включением света и выключением нужны датчики открытия дверей и датчики движения. То есть, в принципе, у меня стоит не так уж много таких датчиков. Этот датчик стоит на туалет, ванна, на двери датчик открытия и на входную дверь стоит датчик открытия. И датчик движения тоже стоит, у меня только ванна сделана, но, в принципе, можно и поставить в туалет и в коридор. То есть, получается примерно три датчика движения, три датчика открытия. это где-то еще в среднем по 1000 рублей, то есть это еще 6000. Итого получается, если каждый выключатель по 1000 это 6000 и еще 6000 эти датчики 12000, то есть итого 36000. Для подключения этих датчиков и большинства выключателей проводных, например, там, конечно, требуется в лучшем случае это шлюз какой-нибудь, допустим, Zigbee из данной экосистемы или универсальный. И это будет около 1000 рублей, самый дешевый, но если это какой-нибудь сервер, ну конечно, там будет подороже. Итого получается около 37000 уже. И, например, для управления светом также полезно иметь некоторые либо беспроводной выключатель, либо сценарный. Это чтобы можно было, например, около кровати положить такой пульт, такой выключатель беспроводной, управлять им или, например, в коридоре, чтобы можно было поставить в другом конце, чтобы не приходилось возвращаться обратно. Ну или, в принципе, разместить, например, около дивана, чтобы не приходилось вставать. И таким образом тоже получается еще примерно три таких выключателя. Ну и того получается уже 40000. Но и для того, чтобы в целом управлять разными устройствами, это может быть также и светильники, это могут быть какие-то обогреватели, то можно еще дополнительно взять несколько розеток, штук шесть или семь, в каждую комнату по штуке две. И тогда, конечно, это уже получается 46047. Но, в принципе, для того, чтобы, например, на основе таких розеток умных сделать какое-то управление автоматическое, например, поддержанием тепла, то можно еще взять датчики тепла. Вообще, у меня в каждой комнате стоит датчик температуры и влажности. Но, в принципе, можно и поставить только в жилых. Ну или, допустим, во всех. Это будет около 49000 уже получается. Примерно чуть меньше тысячи рублей за датчик. Ну и, например, если есть какой-нибудь кондиционер, то для того, чтобы можно было его включать или выключать, можно приобрести, например, Яндекс.Пульт или есть такой же аналог Атуя. И тогда уже можно будет поддерживать температуру комфортную в этой комнате, где установлен кондиционер. И это тоже уже будет суммарно 50 тысяч рублей. То есть, в принципе, за 50 тысяч рублей можно сделать неплохой умный дом. Практически все функции в нем будут уже работать. Можно будет уже делать сценарии. Например, в приложении от этого производителя самые простые делать и автоматизации. И, конечно, это будет уже хорошее начало для умного дома. Продолжение следует...